Здравствуйте дорогие друзья! С вами на связи канал Удача Рыбака, канал для настоящих рыбаков. Сегодня мы снова встретились с вами за рабочим столом и я хочу поделиться с вами своей последней зимней мухой, которую я связал и уже успешно попробовал на нее половить. Клевали? Сик, окуни, платва. За другую рыбу я пока не ездил. Ну давайте начнем с вами. Нам для этого потребуется изогнутый крючок фирмы Кум Хаскад, бокоплавовский крючок восьмого размера. Под него я подобрал латунную головочку, утяжелить мушку нашу. Ну это полная альтернатива мурмышке. Дальше нам потребуется с вами петушиное перо черного цвета для хвоста. Для тела нам потребуется три люрекса разного цвета и для сегментации по телу нам потребуется золотистая нить. Ну давайте начнем. Все как обычно, начинаем обвязку под цевью, до загиба крючка. Сильно далеко мотать не надо. Дальше мы с вами берем, отрываем несколько бородок пера. Вымеряем нужную нам толщину. Ну вот эту вот толстую я взял, поменьше немножко возьмем. Где-то вот столько хватит на глаз. Вымеряем длину. Длина должна быть тоже не слишком длинная. Но опять же, все делайте на глаз. Но длинно не надо. Крепим наше перо, наш хвостик. Проматываем до конца. Тем самым мы еще с вами создаем подложку для нашего будущего тела. Возвращаемся обратно к месту крепления элементов. Теперь нам с вами надо закрепить нашу нить. Ну я взял вот такую потолще, чтобы сегментация была получше. Что-то распушилось, отрежем. Также берем нашу ниточку, прихватываем и проматываем. Сторонку ее пока отложили, она нам пока не нужна. А дальше берем даббинг вот такого вот оранжевого цвета. Это я сымитирую точку атаки. Ну как показала практика, вот. Ну хорошо она работает. Много брать не нужно. Наносим наш даббинг. Равномерненько на нити. Подводим к мушечке и начинаем обматывать. Ну буквально вот здесь вот у нас. Ну я сделаю подложку по телу дальше. Два-три оборота максимум. Больше не надо ее делать. Вот я сюда вот так вернусь. Дальше мы берем основной цвет нашей мушки. Вот такой вот даббинг оливкового цвета. Ну здесь уже надо взять побольше. И начинать даббинг наносить на нить от меньшего к большему, чтобы тело получилось на конус. Начинаем нашу обмоточку. И следим, чтобы была конусообразность. Примерно как-то так. Дальше мы с вами делаем сегментацию по телу. С таким шагом, не слишком маленьким. Ну буквально 4 оборота нам вполне достаточно. Тем самым мы еще с вами усиливаем нашу мушку, чтобы она нам дольше прослужила. Закрепляем у колечка нашу нить. Лишнее обрезаем. И последний момент. Мы с вами берем наш люрекс черного цвета. Я его взял вообще из шерсти, чтобы нам его можно было лучше вычесать в конце. Плотненько наносим его на нашу нить. Равномерно здесь. Конусность нам тут не нужна с вами. И закрываем место крепления элементов. Теперь мы с вами проматываем уголовки. Наш даббинг. Делаем завершающий узел. Лишнее отрезали. Ну и конечно же мы с вами нанесем нашей даббинговой иглой капельку лака. Я взял черный. Закрепим узел. С головки сразу будет не вредно вот это все стереть, чтобы оно не засохло. И последний момент. Мы должны немножечко подвычесать наш вот этот вот черный даббинг. И лишнее убрать. Вот такая вот мушечка у нас получилась с вами, дорогие друзья. Пробуйте, вяжите. Вяжется она недолго, а материалов на нее уходит немного. Пробуйте, вяжите. И будет у вас удача на рыбалке. Потому что я говорю, я вам показываю только проверенные лично мной мушки, которые меня никогда в принципе не подводят. Спасибо вам огромное за внимание. Если понравилось вам мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ожидайте следующие интересные мои видео. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok